итак доброе утро дорогие друзья доброе там узко утро сегодня у нас последний день тамуза вечером сегодня будем праздновать вечером наступает рож ходишь сегодня рож ходишь of и вечером сегодня будет йорцайт годовщина смерти арона арона койна брата машара бейна и значит будем праздновать будем праздновать его йорцайт потому что сказал нам елель елель мудрец сказал что будьте как ученики арона любите мир гоните за миром любите создания и приближать их к торе и так как во икра наша главная миссия главная цель вообще проекта это приближать к торе то значит мы можно сказать последователи арона и в торе вот указан только единственный конкретно указан день смерти это 1 числа 5 месяца и умер арон на ар ар называется место арара это гора на горе и значит то сегодня вечером этот день наступает вот можно в этот день помолиться попросить что вон там на небе за вас тоже перед богом замолвил словечко чтобы его заслуги они помогали тоже вам он был очень добрый говорят что написано в торе что 30 дней мы оплакивал народ израиля 30 дней а почему 30 дней он делал все время мир между мужем и женой вот мне нужно наталья маргуле чтобы мне написала в малибу мне многие упорняют у нас народ это руходит люди даже из малибу не все но несколько раз меня спрашивали вау малибу а кто это очень хочется вообще у многих малибу олицетворяет мечту хорошо теперь значит вернемся к арону арона коэн он приближал к торе а его оплативали 30 дней почему он делал мир между мужем и женой есть была у него такая как бы особенность он делал то что называется шломбайт а многие недооценивают недооценивают важность вот этого шломбайта и почему-то думают что это как само собой разумеющаяся вещь что семейные отношения они должны быть прекрасными нет все в этом мире что должно быть прекрасным требует огромного вложения ухода знаний сил и так далее и но семейные отношения это очень ценная вещь почему это ценная вещь потому что от них зависит будущее детей от них зависит но очень многое зависит от значит от слова это кстати я был уверен что малибу это остров вот наталья мне сейчас просто открыла глаза что-то пригород в моей картине мира малибу это был остров такой остров и всего для себя как малибу остров оказывается пригород лос-анджелеса все из лиля шалом шалом всем из лиля все двигаемся дальше значит сегодня двадцать девятая тому за последний день месяца тому и нам книга о йом-йом рассказывает такую вещь была обнаружена записка рэбэ цемах цедэка это 3 любая части рэбэ цемах цедэк в которой говорилось о том что он принял решение изучать талмуд и законодательные тексты то есть шелха на рух еженочно каждую ночь по 6 часов стоя не сидя а стоят представьте сейчас мы разберем с божьей помощью ему удалось завершить углубленное изучение вавилонского иерусалимского талмуда а также всех четырех разделов шелха на руках вот вот у меня есть древние здания талмуда ну как древние здания вот мы берем талмуд открываем тракта талмуда вот так выглядит талмуд по которому он учился скорее всего потому что это издание которое у меня дома есть это издание сейчас я открываю это издание вильна город вильна 1875 года все 1875 год значит вот так выглядит вот этот вот заглавный лист талмуда значит и он принял решение рэбэ цемах цедок что будет каждую ночь 6 часов изучать талмуд стоя и значит выполнил свое решение теперь весь талмуд это не один том таких томов в талмуде 32 32 тома 7000 две с половиной тысячи листов две с половиной тысячи листов а вот это шелха на рук тоже у меня есть древнее здание шелха на руках эти вот древнее здание шелха на руках четыре раздела шелха на руки где-то это 6 томов давайте посмотрим какого года у меня издание юра де 1861 года примерно вот он по таким занимался стоя становился и 6 часов подряд не как бы 20 минут не как бы 20 минут а 6 часов подряд он учился каждую ночь для того чтобы закончить талмуд значит две с половиной тысячи листов если изучать семь семь листов в день то это за год можно его закончить а если лист в день то за получается лист в день за семь лет теперь так как он изучал 6 часов подряд допустим он изучал 7 листов то есть он за год закончил весь талмуд и еще где-то он за год закончил вешал на рук то есть у него получалось за год он закончил весь и весь цикл изучения устной торы да смотрите 6 часов это немало это рабочий день а он это делал ночью целый день занимался нуждами других людей он был рыбы глава хасидизма хаббат целый день он занимался три молитвы в день примерно по часу значит дальше он целый день он ездил он решал нужды народа и 6 часов ночи он изучал тору мы изучаем 20 минут а он 6 часов стоя причем он свое обязательство записал что мы отсюда учим смотрите человек обычно он живет у него самотек такой он он как бы жизнь она у него идет и он реагирует находится в режиме реакции человека который занимается духовным ростом который занимается он хочет в этом мире реализовать свой потенциал не в получении каких-то там удовольствия не съесть там три вагона мяса три вагона макарон выпить там три цистерны воды и умереть да увидеть парижа умереть нет это такой способ жизни но какой-то такой неполноценный потому что ну как человек не реализовывает себя он только является потребителем впечатлений каких-то и еды но он не реализовался как то есть в этом мире как как сказать семя это потенциальный колос да яблоко это потенциально яблочное дерево человек потенциально это если он проходит этот мир и с помощью торы заповедей он связывается со всевышним то он тогда как рождается заново то есть быть человеком проходить этот жизненный путь семьдесят восемьдесят лет это потенциальная возможность перейти на следующий уровень игры эту потенциальную возможность реализовывает очень мало людей то есть большинство людей ее просто ну как бы они в конце заканчивают жизнь умирают ему говорят ты лузер ты тут был лузер и ты упустил свою возможность перейти на следующий уровень какие-то люди они борются здесь в этом мире они говорят когда умирает типа я не лузер о чем в чем-то не лузер а я значит там форбс попал и что ты форбс попал а дальше что ну как вот я зато форбс попал ну и дальше что но ничего вот у меня там было 10 миллиардов долларов и что но ничего все значит это как бы но таких которые форбс попали миллиардеров там в мире три тысячи человек всего то есть из всего мира 8 миллиардов 3000 человек они могут сказать что я выиграл в игре за деньги, в погоне за деньгами я выиграл, я в первой тысяче рейтинга богатых людей. Хорошо, те, кто борются за культуристы, за здоровье, ну тоже там тысяча, две тысячи, три тысячи человек могут сказать, мы выиграли. Хотя тоже странно, выиграл всегда обычно только один. Значит, все проиграли кому-то. Получается, что те люди, которые гонятся, соревнуются с другими людьми, они все время проигрывают. Значит, а человек, который реализовал свой духовный потенциал, он не может проиграть. То есть он уже когда начал, это очень интересно, значит, вот есть Мишна в Пертьевод, которая объясняет вот эту идею очень точно. Смотрите, это сказал Раби Тарфон. Раби Тарфон сказал так. Значит, он сказал так. Значит, когда человек понимает и осознает, что является главной целью жизни, это реализовать свой божественный потенциал, то он вдруг понимает, что жизнь-то она короткая, а работы много. Тора, посмотрите, это талмуд, это все выучить, это ему сразу становится страшно. Работы много. Паалим – оцелим. Паалим – работники ленивые. Паалим – это тело человека, его эмоциональная часть, это, как я назвал, ленивая корова. Человек говорит, я не хочу, я лучше там полежу, сейчас потуплю, посмотрю фильм какой-то. Ну, там, работать надо, конечно, меня на работу-то гонят, но, значит, работать надо. Сейчас, секунду, я должен говорить, секундочку. Значит, Паалим – оцелим. Значит, работы много, работники ленивые. Паалим – это награда большая, награда – это вечная жизнь. Паалим – это хозяин дома, он подталкивает. То есть, человек, чем бы он ни занимался, его Бог подталкивает к тому, что он нигде не находит удовлетворения. Пока, если он не начинает заниматься духовной работой. Когда он начинает заниматься духовной работой, то у него появляется внутреннее ощущение такого удовлетворения и наполненности, да, такой, что вау, типа, хорошо. И что это? И от чего это зависит? Не от чего, это мое внутреннее состояние, мне внутри хорошо. Мне не нужно зачем-то гнаться. Это, как бы, эффект духовной работы. Следующая мечна, сказал Раби Тарфон. Тем, кто боится, то есть, человек боится. Что это? Рэбецем акцеток, он шесть часов каждую ночь учился, а я не могу. И тут Раби Тарфон говорит. Не на тебе, ты не должен работу закончить. И ты не свободный, чтобы от нее отказаться. Если ты учил много Торы, даю тебе очень много награды. Чем больше ты выучил Торы, тем больше у тебя награды. То есть, ты, как бы, свой алмаз делаешь очень дорогим бриллиантом. Ты туда можешь зайти в разном состоянии. И ты можешь доверять хозяину твоей работы. А кто хозяин духовной работы? Всевышний хозяин духовной работы. То есть, есть Бог, есть душа. И через эту душу у каждого есть возможность соединиться с Богом. И ты можешь доверять хозяину твоей работы, что он заплатит тебе награду за твои действия. Вот тут вот очень важный секрет. В обычном бизнесе, например, да, я нанимаю человека. Меня интересует конечный результат. Если он мне не даст конечный результат, то я ему не буду платить. То есть, если человек делает действия, а результата нет, то хозяин бизнеса, он ему не заплатит. Он скажет, слушай, извини, но я могу заплатить только из того, что я получил. А Бог, он не такой. Он платит награду за действия. То есть, ты просто за то, что ты стараешься, за то, что ты прилагаешь усилия, за то, что ты просто хочешь идти ко Всевышнему, он уже тебя готов поддержать. И получается, что у нас получается из этого, что те, кто это знают, Ребе Сема Цедек, он был, ну, на самом высоком уровне понимания. Он сел себе спокойно и говорит, вот я уже Ребе. Я Ребе, сын Ребе, внук Ребе, внук правнук, правнук, правнук. То есть, он был из такой семьи, которой все были в Велике и в Торе. Он говорит, и что, что я вот так вот... То есть, если я просто буду Ребе, так это, ну, это ни о чем. Это я не сделал никакого усилия. А как мне проявить какое-то усилие? И он на своем уровне, я думаю, что перед тем, как он написал эту записку, он очень много думал. Я думаю, ни день, ни два он думал над тем, какое взять на себя обязательство для того, чтобы на его уровне приблизиться ко Всевышнему, чтобы сделать усилия сопоставимые с его уже высочайшим духовным уровнем. То есть, мы с вами, что мы не сделаем, уже хорошо, Бог счастлив, да? То есть, если сейчас Таня-Таня, например, просто смотрит, у меня написано, Таня-Таня смотрит, Бог на небе там радуется, и все ангелы говорят, вау, Таня-Таня в Фейсбуке смотрит, ицхака, а не там кулинарное шоу. Вообще просто достижение невероятное. А Рэбе, который Рэбе-сын Рэбе, что он из-за того, что он просто бы урок этот посмотрел, для него это было бы преступление на его уровне, да? Что он сел и говорит, ну, паучу-ка Альтору, схожу сейчас ицхака 20 минут послушаю. На его уровне все, это преступление. Его бы уже после этого в рай не пустили. Теперь, и он сидел и думал, а как мне на моем уровне включиться, да? Да? И он написал записку. Значит, буду учить Талмуд и Шолханарух. По 6 часов, по 6 часов в день. Думает, ну что это по 6 часов в день? Дети учат по 6 часов в день. В хедерах это дети учатся так, да? Он думает, не, вообще мало. Дописывает ночью. Ночью. О, ночью это уже серьезно, это сложно. Ночью хочется спать, а я буду учиться. Думает, все равно мало. Ставит точку. Стоя. Вот это уже на его уровне, это было преодоление себя, преодоление своей природы. Понятно, да? Это было на его уровне как раз вот тот вот следующий шаг, который как раз и включает. То есть в любом развитии, как все происходит, человека развивает только дискомфорт. Когда ты входишь в дискомфорт, когда тебе тяжело, в этот момент включается адаптация, и ты растешь, ты становишься сильнее. И вот он на своем уровне нашел для себя вот этот уровень дискомфорта. Это было 6 часов ночью, стоя. Хорошо. Теперь дальше. Вторая книга «Обретение неба на земле». Она дает нам чуть-чуть другую грань. Это две вообще разные книги. То есть Айом-Йом составил любая часть Рэбы последней лет 70 назад, первую книгу, которую мы изучаем. А вторая книга лет 15-20 назад, Равин по фамилии Фридман из Канады, он написал там 10-15 лет назад. И просто они в нашем сборнике, они вместе, но интересно, как они соединяются в разные грани. «Обретение неба на земле». Раби Гилель из Парича говорил, не люблю, говорит, глупцов, не люблю глупых людей, но кое-кто, не будучи очень умен для себя, находится ближе к истине. Что это имеется в виду? Вот тут человек, который посидел, почитал первую книгу, думает, ну, я точно не могу. Во-первых, Талмуд вообще, я не знаю, иврит. Во-вторых, я вообще просто с трудом читаю. А, вообще, не буду тогда учить Тору. Нет, вот тут он читает этого Раби Гилеля и говорит, не важно, какой у тебя интеллектуальный уровень. Для Всевышнего важно, есть такая в Талмуде, такая фраза очень сильная, что одинаково, кто много делает и кто мало делает, главное, чтобы было сердце его направлено к небесам. То есть здесь нам дается другая грань, что неважно, насколько ты там понимаешь нюансы какие-то там лудические законы и так далее. Если у тебя есть чистое намерение служить Всевышнему, учить Тору, постигать простую, хоть одну вещь учиться, делать, то уже это является духовным ростом. И неважно твой вообще, какой интеллектуальный уровень, может человек быть самый простой и близок к истине. Я вчера проводил урок второй в городе Рыховод. Я говорю, вот как вы определяете, религиозный человек или нет? Ну, кто-то говорит, вот если он в типе, он религиозный, типа. Я говорю, нет. Если он в типе, это значит, что он в типе. Все, вот это факт. То есть если на нем есть типа, это не значит, что он религиозный. Это значит, что он надел типу, потому что считается, что тот, кто в типе, он религиозный. Но какие его намерения знает только Всевышний? Может быть, он хотел обмануть и показать, что он религиозный? Может, он вообще там арабский террорист какой-нибудь, да? И он переоделся религиозным евреем специально для того, чтобы сделать какое-то зло. Может быть такое? Может быть. А может, он не религиозный? А может, он такой? Миллион вариантов есть. То есть, только Всевышний знает намерения сердца человека. А сам человек, вот тут есть для нас очень важная такая вещь, что мы можем намерение делать любым. То есть, никто не может остановить человека от страстного желания соединиться со Всевышним. А Всевышний, который знает, что в сердце у человека, он дальше ему даст для этого какие-то инструменты, варианты и так далее, да? Я уже говорил, книга Кузарик как раз об этом рассказывает, как был один правитель, который искал путь к Богу, и он искал, пробовал, искал, общался, узнавал, ходил на разные уроки. И ему во сне приходил какой-то старец и говорил, что намерения твоего Богу угодно, а действия нет. И он в итоге нашел, нашел, нашел и нашел те действия, которые были угодны Богу. Как человек узнает это? Узнает. То есть, тот, кто искренне хочет присоединиться ко Всевышнему, Всевышнему ответит. Я верю именно в индивидуальное проведение. Дальше сегодня очень короткий отрывок в Торе, глава Масей, Переходы. Значит, Бог говорит Машер-Абейну, как разделить землю Израиля. И он говорит, что выделите колену левитов. В народе Израиля было отдельное колено, которое полностью посвящало себя служению Всевышнему. Это называлось колено левиты. Они были потом уже в храме, они служили в храме. Пока был передвижной мешкан по пустыне, они его переносили, разбирали, собирали. И когда уже народ Израиля зашел в землю Израиля, то сказал Бог народу Израиля через Маше, чтобы левитам выделили 48 городов. Это были отдельные города, где жили только левиты. Это были отдельные люди, которые посвящали всю свою жизнь служению Богу. И им отдавали, остальные всеевреи отдавали им часть урожая, десятину, они отдавали левитам. Десятая часть шла левитам. А левиты, они занимались только служением Всевышнему. Такое было, как духовная элита, назовем это так. Элита, левиты, так звучит похоже. Теперь, и тут есть один очень интересный момент. Когда им выделят эти города, им дают десятую часть. И они там живут, учатору, живут в ритуальной чистоте. Там у них очень, намного более строгие законы. То есть это, у них законы не легче, да. Многие говорят, да, вот эти сидят вешиве, легко быть духовным человеком. По-настоящему духовным человеком быть намного сложнее, чем быть бездуховным. Потому что духовный человек, он контролирует каждый свой шаг, каждую свою мысль. Он все время в состоянии осознанности, в состоянии духовной чистоты. У него целый день расписаны молитвы, псалмы, в миг уокунулся. Обычный человек, он делает там любое действие, он вообще не думает, как он делает. А духовный человек, он думает, так, как бы мне никому не повредить, никого не обидеть. Как бы мне там, ну то есть он все время в таком состоянии повышенного осознания, да. Да, теперь, значит, им выделили эти города, и тут очень интересно. Это были города-убежища. По Торе, если кто-то умышленно кого-то убил, то ему смертная казнь. Бог очень жестко к этому относится. И в Торе написано, что умышленный убийца не должен жить. Да, тот, кто убил другого, Бог сказал, даже от жертвенника моего его заберите. То есть, это честно, должна быть в жизни честность и справедливость. То есть, умышленный убийца не должен жить, все. Теперь, а если человек не умышленный убийца? Он случайно убил кого-то. Он ехал на машине, отвернулся, значит, там, я не знаю, птица в окно залетела. Он с этой птицей боролся, и машина выехала на тротуар, кого-то убила. Ну, птица, он в окно залетела. Он что, специально это сделал? Не специально. Теперь, а более сложная ситуация. Он выпил на дне рождения у друга, и пьяный поехал, и пьяный потерял управление. И это привело к убийству. Это было умышленное убийство, но это не было умышленное убийство. Он явно не ехал кого-то убивать, да? И тем более конкретного человека. Но он сделал действия, которые с большой долей вероятности могли привести к убийству. Тут уже полутона. Теперь, а человек, которому в армии приказали идти в армию и убивать, он, он, и он не знает, кого он убивает, он стреляет. Он умышленно убийца? Наверное, да. Но есть закон, защищая свою жизнь, можно убивать. Тогда нет. То есть, очень много полутонов. То есть, здесь очень сложно точно, точно сказать, кто умышленный, кто неумышленный. Поэтому во многих странах, чтобы не брать на себя эту ответственность, сделали мораторий на смертную казнь. По Торе, чтобы дать человеку смертную казнь, нужно было, чтобы было два свидетеля, которые его предупредили перед убийством, что за убийство будет смертная казнь. И он все равно, слыша, что его предупредили два свидетеля, убивает, и они видят, как он убивает, это называется точно умышленный убийца. И, ну, чтобы так все было с предупреждением и двумя свидетелями, это редко когда бывало. То есть, смертные переговоры Верховный суд Торы Санедрин выносил раз там в несколько лет. Теперь, значит, но если человек убил неумышленно, то Тора давала его родственникам, вообще, если человек убил другого, то по Торе родственникам была дана право, возможность кровной мести. То есть, если кто-то кого-то убил, и его родственники, они в это время находились где-то рядом, они могли, то есть, они могли кровная месть убить этого. Ну, а он же неумышленно убил, так что делать? И они, вот эти вот неумышленные убийцы, убегали в города-убежища, в города, где жили левиты. И, значит, там они были, скрывались, пока проходило определенное время, умирал первосвященник, и им можно было вернуться. Значит, уже к этому времени родственники утихали, уже им нельзя было убить через время, потому что кровная месть была разрешена только сразу, в момент, когда, ну вот сразу, пока он еще не добежал до этого города-убежища. В город-убежище нельзя было его прийти и оттуда забрать. И вот я видел такой комментарий, почему именно эти города левитов, 48 городов, были города-убежища. Потому что неумышленный убийца и левит, это как раз две крайности. Левит, он все время живет в состоянии повышенной осознанности и стремления каждое свое действие подчинить воле Всевышнего. В этом состоянии человек не может неумышленно убить. То есть в этом состоянии Всевышний его спасет, и он не даст ему возможности попасть в такую ситуацию. Неумышленный убийца, то есть все равно, как бы, Всевышний привел его к этой, это страшная ситуация, когда он убил другого, даже неумышленно. Но в нем есть все равно что-то, что его к этому привело. Так вот, когда они жили в городе-убежище, то с тем поведешься, от того и наберешься. То есть они исправляли в себе то качество неосознанности, гневливости, грубости, там еще чего-то, которое их привело в тот раз к неумышленному убийству. Понятно, да, идея? То есть они, эти были не просто города-убежища, это были города-убежища исправления. С тем поведешься, от того и наберешься. Человек, который идет вечером в синагогу, например, да, и там читает псалмы среди людей, которые читают псалмы. То это вряд ли его приведет к мыслям о неумышленном убийстве. А если он идет ночью в бар, где собираются какие-то криминальные элементы, и он в этом баре с ними бухает, курит, употребляет наркотики. А потом, значит, он встреет в какую-то неприятность. Понятное дело, что вероятность того, что человек в плохом окружении попадет в плохую ситуацию, она намного больше, чем вероятность в хорошем окружении. Все, удачи всем вам и успехов, чтобы мы нашли себе хорошее духовное окружение. Чтобы мы каждый сделали для себя, обдумали, какое-то на себя взяли действие, которое приведет нас ближе ко Всевышнему. Чтобы мы именно делали духовную работу. Это именно работа. Слушать уроки – это важно. Но нужно каждый раз в конце спросить себя, что я могу сделать для того, чтобы усилить этот духовный свет, передать его людям, сделать какое-то усилие по огранте своей души. Тора, молитва, добрые дела. Все, удачи. И в заслугу того, что мы сами, каждый внутри себя сделает мир, и сделает мир трем людям, как говорил Аарон, что люби мир, гони за миром, люби создание людей и приближай их к Торе. То есть в заслугу того, что мы вокруг себя сделаем такой вот остров мира, чтобы Всевышний дал мир всему миру. И скажем вам все. Удачи, успехов, всем выздоровления, благополучия и всего хорошего. Удачи вам. Все, всего хорошего.